Добрый вечер, меня зовут Олег, я инженер-программист и последние несколько лет я работаю с блокчейн. Я захотел рассказать вам об этой технологии, потому что я считаю, что она может изменить мир. Итак, что же такое блокчейн? Название этой технологии переводится с английского как цепочка блоков транзакций. Сейчас я скажу вам страшную вещь и прошу не пугаться. Блокчейн – это журнал с записями в хронологическом порядке, хранящийся в открытой и распределенной базе данных. В реальном мире защита журналов от записей выглядит вот так. Все страницы нумеруют, прошивают шнуром, проклеивают, ставят большую круглую печать и подпись ответственного лица. По понятным причинам это невозможно проделать с данными в электронном виде, но мы можем проделать аналогичную операцию с помощью математики и криптографии, которые в своем объединении дают базу для блокчейн. Три важнейших свойства блокчейн. Во-первых, каждый желающий может иметь у себя копию журнала и в любой момент просмотреть любые записи в этом журнале. Компьютер, на которых хранится актуальная копия базы данных и стоит программное обеспечение, которое поддерживает ее в актуальном состоянии, называется нодами. Например, на этой карте мы видим распространение нод для одной из популярных баз данных на основе технологии блокчейн, про которую я расскажу позже. Из этого следует второе свойство – это невозможность уничтожить данные, так как для этого пришлось бы стереть их со всех компьютеров, расположенных в десятках различных стран по всему земному шару, что просто не представляется возможным. Можно не опасаться, что умрет жесткий диск или что сервер будет конфискован. И в-третьих, это математически гарантированная защита от изменения старых записей. Любое изменение в них приведет к тому, что все последующие записи будут недействительными. Итак, еще раз. Копия есть у каждого участника, которые называются нодами. Невозможно уничтожить информацию и невозможно редактировать информацию постфактум. И вот это третье свойство является, пожалуй, самым важным, так как компьютерные системы, реализующие первые два свойства, уже давно существовали. Как же реализовано это свойство? С помощью хэшсумы. Первыми хэшсумы стали использовать, вероятно, телеграфисты или радисты. Так как при передаче информации неизбежно возникали искажения, то необходим был механизм, который позволяет их обнаружить. Можно, конечно же, передать всю информацию обратно и сравнить ее таким образом, но это долго, сложно, и поэтому были придуманы алгоритмы хэшсумы. На этом слайде мы видим один из простейших алгоритмов. Такой, например, можно припросить передающую и принимающую стороны сложить все переданные числа и сравнить только результирующую сумму. Если она совпадает, то, вероятно, все в порядке. Если же она не совпадает, то необходимо искать ошибку. Вероятно, вы заметили, что я сказал, вероятно, все в порядке. И действительно, если при передаче возникло сразу несколько ошибок, то при использовании этого самого простого алгоритма хэшсумы они могут компенсировать друг друга, и мы не обнаружим ошибку. Но существуют криптографические хэш-функции, и на слайде представлены результаты работы одной из существующих популярных криптографических хэш-функций. Как мы видим, любое изменение входных данных ведет к полному, можно сказать, к катастрофическому изменению результата. Это ее свойство называется лавинным эффектом. Второе важное свойство криптографической хэш-функции – необратимость. Это означает, что имея результирующий хэш, мы никак не можем получить его исходную строку. И как вы можете видеть, размер хэша не зависит от объема входящих данных. И действительно, хэш-функция сворачивает любые объемные данные. Это может быть короткая строка, электронная книга, музыкальный трек, фильм, все что угодно. Все превратится в короткий хэш, длина которого будет зависеть только от типа используемой хэш-функции. Очевидно, что в данном случае множество входящих значений сильно больше множества результатов. И это приводит нас к третьему свойству – стойкости к коллизиям. Коллизиями называется ситуация, когда два разных входящих значения дают одинаковый хэш. Коллизии существуют для большинства хэш-функций, однако для хороших хэш-функций их частота возникновения близка к теоретическому минимуму. Стойкость к коллизиям подразумевает, что имея некоторое входное значение и его хэш, вычислительно крайне сложно подобрать другое входное значение, которое давало бы тот же самый хэш. В идеале не должно существовать возможности иной, чем полный перебор всех входящих значений. Теперь, когда вы знаете о том, как работают криптографические хэш-функции, перейдем, как же они применяются в блокчейн. Как и в любом порядочном журнале, в базе данных, созданной по технологии блокчейн, хранятся записи, расположенные в хронологическом порядке. На слайде мы видим цепочку блоков, пронумерованных по порядку, и в каждом из них находится информация о транзакциях. В блокчейн хэш-сумма каждого предыдущего блока вкладывается в следующий блок, а хэш-сумма этого блока вкладывается в следующий блок, и так далее, и так далее. Это и приводит нас к тому, что при изменении одного из старых блоков все следующие за ним блоки становятся недействительными. Содержимое самого первого блока зашито в программном коде, о нем договариваются разработчики, и это подразумевает его идентичность между всеми компьютерами, на которые установлено это программное обеспечение. И вот теперь неизбежно возникает вопрос, что же с этим всем можно делать. 8 лет назад, в конце октября 2008 года, некто под псевдонимом Сатоши Накамото описывает математику, стоящую за биткоин, группе криптографов, а в начале 2009 года публикует исходные коды программы биткоин. Их можно было скачать к себе на компьютер, скомпилировать, запустить эту программу. Она потребляла много ресурсов процессора, подключалась к другим нодам. На счету пользователя появлялись биткоины, можно было их отправлять другим участникам или принимать от них. И множество людей таким образом забавлялись в течение полутора лет. Пока в 2010 году происходит первая продажа за биткоин. Один из участников форума договаривается с другим участником форума, что он отправит ему 10 тысяч биткоинов, а тот ему закажет две вот этих самых пиццы. Много это или мало 10 тысяч биткоинов? На этом графике нет 2010 года, но я могу вас уверить, что курс тогда был низок, как никогда. Потому что 10 тысяч биткоинов по курсу на сегодняшний день это чуть больше, чем 6 миллионов долларов. Довольно много за две пиццы, даже если они очень вкусные. И вы, наверное, обратили внимание на вот этот пик. В этот день, 17 ноября 2013 года, курс биткоина на один из бирж достиг своего рекордного значения в 1216 долларов 73 цента. Что случилось в этот день, никто не знает, так как курс биткоина является рыночным и определяется только в результате торгов на бирже. Такой высокий курс означает, что в этот момент находились участник, готовый продать и участник готовый купить валюту по этому курсу. Что же такого особенного в биткоине, кроме возможности покупать пиццу очень дорого? Биткоин является прорывом в области компьютерных наук, который опирается на 20 лет исследований криптографических валют и 40 лет работы тысяч ученых в области криптографии по всему миру. Биткоин обладает всеми свойствами блокчейн, которые вам уже известны. База данных всех операций хранится на компьютере каждого участника, невозможно уничтожить эту информацию и невозможно изменить ее постфактум. Также у него есть другие не менее любопытные свойства. Это низкая комиссия за транзакцию, к тому же не зависящая от суммы передаваемых монет. Отправить аналог сотен тысяч долларов можно заплатив всего лишь пару центов. Это высокая скорость транзакций в сравнении с современными международными переводами, которые могут идти днями. В различных реализациях блокчейн подтверждение транзакций длится от секунд до нескольких минут. Это псевдоанонимность участников при правильном использовании. Каждый участник может владеть неограниченным количеством кошельков и не существует никакого контроля над кошельками участников. Ни банки, ни правительство, никто не может ограничить участников в возможности принимать, передавать или хранить средства. А храниться они могут, например, вот так. Этот QR-код содержит ключ от адреса, где хранится сумма около гривны по текущему курсу. Я сгенерировал его на компьютере, отключенном от интернета, и мог бы просто распечатать его и положить в сейф, и таким образом мой компьютер не содержал бы никаких ключей, я не боялся бы, что его взломают или с ним что-то случится. У вас должен возникнуть вопрос. Если же никто не имеет централизованного контроля над валютой, то кто же ее выпускает? Ведь, в конце концов, возможность самому печатать деньги является основной причиной существования современных валют. Ответ – никто конкретно. Выпуск новых биткоинов заложен в самую основу сети в виде процесса, который называется майнинг, что переводится как добыча, подразумевая аналогию с горным делом и добычей полезных ископаемых. Вот так выглядит помещение, где располагается одна из многих так называемых ферм, место, где происходит майнинг, где огромное количество специально разработанных компьютеров непрерывно считают значение хэш-функций. Вернемся к слайду с блоками. Чтобы понять, как происходит майнинг, нам нужно понять, как же формируются блоки с транзакциями. Каждый блок содержит набор операций. Операции – это инструкции, которые подтверждены криптографической подписью отправителя. Конечно, их содержание отличается от того, что представлено на блоке, никаких вежливых оборотов в нем не присутствует, поскольку их обрабатывают компьютеры, а не люди. Но смысл его именно таков. Это инструкции по переводу определенной суммы с адреса отправителя на адрес получателя, подтвержденной криптографической подписью. Для любопытствующих я сейчас на секундочку покажу, что же на самом деле находится в транзакции, а затем быстро уберу. Итак, возвращаясь к транзакциям и их майнингу. Каждый отправитель, подписав свою транзакцию, добавляет их в список неподтвержденных транзакций. После этого каждый майнер собирает транзакции, руководствуясь своими принципами. Как правило, на выбор оказывают влияние сумма комиссии и сумма отправки, а также как долго она пробыла в неподтвержденном состоянии. После того, как из этих транзакций сформирован новый блок, начинается процесс майнинга. Для того, чтобы получить соответствующие требованиям блок, необходимо так называемое доказательство работы. Для этого в блок, помимо всех транзакций и служебной информации, добавляется некоторое число, которое называется нонс. Это число должно быть таким, чтобы хэш-сумма этого блока была меньше некоторого числа, которое называется порогом сложности. Это число подбирается автоматически системой, и данное доказательство работы очень легко проверить, просто посчитав хэш-сумму, но невероятно сложно подобрать, так как мы помним о стойкости к коллизиям и лавинном эффекте, свойственным функцией хэш-суммы. Сложность подбора крайне велика. Каждую секунду лишь одной сетью биткоин считается более 1,65 квинтиллионов хэшей, а за время нахождения одного блока всеми майнерами сети биткоин перебирается количество хэшей в полтора раза больше, чем количество песчинок на всех пляжах земли. Именно эта сложность обеспечивает невозможность изменений уже существующих записей, так как самая длинная цепочка блоков считается истинной, и для того, чтобы отредактировать даже записи вчерашнего дня, злоумышленнику пришлось бы подобрать более сотни блоков, что просто невозможно технически. Данная гонка вооружения имеет как положительные стороны в виде защиты сети от нежелательных изменений, так и отрицательную сторону в виде огромного энергопотребления. Начиная с 2015 года, майнеры, которые не используют специализированное разработанное оборудование, уже не могут отбить свои затраты на электроэнергию, а затраты эти огромные и продолжают расти. По оценкам снизу, текущая мощность потребляемой майнерами лишь биткоин дает невероятную цифру в 1,46 тераватт-часов в год, что приблизительно равно 0,63% мирового энергопотребления или почти 4% всей электроэнергии, вырабатываемой АЭС по всему миру. Откуда же все-таки берутся биткоины и как откупаются эти затраты? Каждый майнер, который смог подобрать верное значение нонс, публикует сформированный блок, получая взамен установленную сумму награды за блок, а также сумму комиссий всех транзакций входящих в блок. Эта награда и является эмиссией системы. Сумма награды постепенно снижается и в данный момент составляет 12 биткоинов за блок, то есть около 7000 долларов по текущему курсу, что дает нам прирост в 1728 биткоинов в сутки или около миллиона долларов. А всего же выпущено почти 16 миллионов биткоинов, что эквивалентно более чем 10 миллиардам долларов по текущему курсу. Теперь, когда вы знаете, что из себя представляет технология блокчейн и знакомы с ее самым известным воплощением в виде биткоин, я бы хотел рассказать и о других ее применениях. В настоящий момент в мире существует более 700 различных криптовалют. Большая часть из них ничем не примечательна, является просто копия биткоин с новым названием, а рыночная капитализация их минимальна. Однако среди всего этого множества я бы хотел выделить одну реализацию и сейчас я расскажу вам почему. Этериум – это вычислительная платформа, созданная с использованием принципов блокчейн. И первая ее версия выпущена в середине 2015 года, но она уже является второй по объему рыночной капитализации. Ее ключевой особенностью является Тьюринг – полная виртуальная машина, которая способна выполнять код программ, называемых умными контрактами. Это дает нам огромные возможности. Это значит, что любой пользователь может опубликовать в сети программу, которая с этого момента станет независимой уникальной единицей, с которой можно будет общаться через заданный ей интерфейс. При этом программа может быть выполнена на всех нодах, входящих в сеть, которую в данном случае можно рассматривать как один гигантский суперкомпьютер, расположенный на тысячах компьютеров на десятках различных континентов и обладающий свойствами блокчейн, которые вы уже знаете, невозможностью уничтожить информацию и невозможностью редактировать данные постфактум. Умные контракты способны обеспечить полностью автоматизированный контроль и исполнение договоренностей, использованных в них. Основная ценность умных контрактов заключается в том, что они позволяют уменьшить издержки на исполнение обязательств по контракту и способствуют более доверительным отношениям между сторонами, заключивших между собой контракт. Фактически две стороны могут, оставаясь условно-анонимными, быть уверены, что контракт будет исполнен, и для этого все условия умного контракта должны иметь математическое описание и ясную логику исполнения. И также для этого необходима среда существования, которая позволяет полностью автоматизировать выполнение контракта, такая как Ethereum. Фактически умные контракты решают любую задачу, где необходимо четко идентифицировать участников и их обязательства. Я приведу несколько примеров того, что можно сделать с помощью умных контрактов. Это выпуск акций, ценных бумаг, валют и краудфандинг. Выход на традиционную биржу вроде NASDAQ или New York Stock Exchange обходится компаниям в сумму от 5 миллионов долларов. Системы, создаваемые на основе блокчейн, позволяют выпускать и продавать акции ценные бумаги с несоизмеримо меньшими затратами. Это голосование, где не существует возможности вброса голосов, повторных голосов, нет необходимости в длительном подсчете голосов и исключены ошибки при их подсчете, случайные или намеренные. Компания, где я работаю вместе с партнерами и представителями городских администраций, реализовала такую систему и она пройдет тестирование в городских советах небольших городов Киевской и Одесской областей. Также это аукционы. В этом году в Украине была запущена система аукционов, которая полностью исключает участники чиновников в процессе продажи или сдачи в аренду государственной собственности. Эта платформа позволяет участвовать в аукционах любому желающему и даже покупать государственное имущество за криптовалюту. В рамках тестирования платформа начнет работу в Киевской и Одесской областях. Это авторское право и защита от подделки. Например, существует реестр, построенный с помощью блокчейн, который позволяет встроить в физический объект микрочип и сохранить запись о нем таким образом, что покупатель какой-то вещи может проверить, что перед ним не подделка. Это различные реестры. Например, в июне 2016 года шведский земельный реестр сообщил, что начинает тестирование технологии блокчейн, чтобы перевести на ее основу базу данных земельных участков в Швеции. И также это периодические платежи, партнерские программы, страхование, азартные игры и лотереи, где казино не обманет, и многое другое, что еще предстоит придумать. На этом я благодарю вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за лекцию. Вот по поводу голосования, применения этой технологии в голосовании. То есть мы с помощью этой технологии запрещаем, делаем невозможным последующие изменения результатов голосования. Но у вас было написано, что нельзя вброс голосов. Каким образом невозможность вброса голосов предусмотрена здесь? То есть на этапе включения в этот блок информации о голосе мы же можем туда, собственно, что угодно передать. То есть изменить не можем, а передать можем. Спасибо. Да. Так как участники являются псевдоанонимными, то возникает проблема идентификации участников для голосований. В Украине это реализуется с помощью системы, которая называется Bank ID. Она реализована несколькими ведущими банками Украины, такими, я могу их не называть, самыми крупными банками, которые выпускают электронную цифровую подпись для пользователя и гарантируют, что эта подпись в блокчейн соответствует настоящему, реальному, существующему человеку и только ему. И таким образом принимаются при голосовании только подписи от подтвержденных участников, от других они просто не принимаются. В идеале, например, в Эстонии у каждого гражданина существует карточка со встроенным микрочипом, который хранит его электронную подпись, и таким образом он может подписывать ей свой голос, и в Эстонии это используется уже вовсю. Вопрос больше не про блокчейн, а про биткоин. Почему клиста биткоина ограничена и что случится, когда их будет 21 миллион, кажется? Действительно, эмиссия биткоина ограничена цифрой в 21 миллион, после этого эмиссия прекратится и новые биткоины не будут выпускаться. В этот момент они станут дорожать, предположительно, потому что новых не будет появляться, а спрос на них существует, и курс постепенно растет. А почему ограничена? Да, биткоины могут дробиться до восьмого знака после запятой, поэтому возможны суммы вроде одной стотысячной, которые могут представлять собой реальное количество денег, если, допустим, их переводить в доллары. Почему она ограничена, я точно не знаю. Короткий вопрос в том, что биткоины ограничены для того, чтобы они продолжали расти в цене. Если спрос на них будет константное количество уменьшаться быстрее, чем константный спрос, то их цена будет расти, что мы и наблюдаем. То есть это математически не гарантирует, но приводит к росту их цены. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, а в принципе, не только это касается биткоинов, то есть расширение этих хэшей ограничено только технологическими трудностями вроде энергопотребления? Что вы имеете в виду под расширением? Ну, собственно, насколько я знаю, конечно, могу ошибаться. Одной из причин ограничения в 21 миллион этого количества биткоинов является также то, что, в принципе, слишком большое энергопотребление основных серверов, которые обеспечивают… Я просто тоже спрошу, может быть, я ошибаюсь, но, насколько я помню, математически предсказана функция растущей сложности подсчета новых хэшей, в смысле новых цепочек. И таким образом, судя по этой функции, наступает момент, когда для майнинга еще одного нового биткоина понадобится количество энергоресурсов там двое или сколько-то превышающее предыдущее. А когда мы работаем с такими величинами, это уже там размер 1 АС, 2 АС, 3 АС, 16 АС, 44 АС. И наступает момент, когда мы понимаем, что для следующего биткоина нужно количество энергии в два раза больше, чем производится на Земле. Правильно я понимаю? Вероятно, да. Скажите, вопрос прозаический. А кто получает дивиденды, кроме некоторых пользователей, кто теряет деньги настоящие? Так как курс, как вы видели на графике, не стабилен и не привязан ни к чему, то потерять деньги может тот, кто купил биткоины, а потом они упали в цене. Также многие занимаются фактически валютной спекуляцией на этом рынке. Они покупают их, продают и на этом стараются заработать. Нет ни одного единого центра, который на этом зарабатывает. Существует некоторая сумма биткоинов, которая лежит на разных адресах, которые были намайнены вот в тот момент, когда они не стоили фактически ничего. Подозревают, что эти адреса принадлежат Сатоши Накамото, кто бы он ни был. Но так как система всех транзакций открыта, видно, что они там лежат уже много лет и никуда не движутся, и просто с ними ничего не происходит. Каждый может создать неограниченное количество адресов и они никак не привязаны к пользователю, пока он сам не свяжет их с личностью своей, допустим, проведя несколько транзакций, которые позволяют идентифицировать, например, если он купил за биткоины что-то и указал свой адрес доставки, то тот, кто знает, что вот этот человек, вот это его адреса и вот он настоящий адрес, может его таким образом идентифицировать. Но он никак не иначе. Спасибо за лекцию. А можете сказать, пожалуйста, по поводу того, какие еще есть способы того, как заработать биткоины, кроме того, что был представлен в лекции? Ну, так как биткоин используется как настоящая валюта, как средство обмена, то можно выполнить любую самую разную работу, за которую заплатят биткоинами. А где можно обменять биткоины на реальную валюту? Существует огромное количество бирж, их, по-моему, ну, наверное, приблизительно так же много, как и самих криптовалют. На каждой из них торгуется от одной валюты, самой популярной биткоин, до нескольких десятков. Есть биржи, где торгуются несколько сотен криптовалют, и там одни пользователи готовы купить у других валюту, и ее можно вывести. Даже приватбанк позволяет покупать и продавать биткоины, если я не ошибаюсь, прямо вот из мобильного приложения. Спасибо за лекцию. В общем, хотел бы, чтобы вы рассказали народу про МТГокс и другие биржи, которые, собственно, прогорели на этом. И второе про Этениум, когда там через смарт-контракты у народа украли порядка 300 миллионов или, ну, какую-то заоблачную сумму. Да, к сожалению, в этой лекции невозможно рассказать обо всем-всем. Существует несколько известных шумных историй о потере средств, которые, допустим, с биржи МТГокс, это связано с тем, что биржа просто коллапсировала. И я читал некоторые достоверности исследования о том, что вот этот рост, который вы видели в слайде с валютами, был вызван тем, что администраторы биржи якобы вводили туда несуществующие доллары, просто дописывали нолики и покупали за них биткоины за несуществующие деньги. И это вызвало вот этот огромный рост в тот момент. С Этериумом же связана недавняя история с умными контрактами. Так как контракт самодостаточен полностью, и после того, как он опубликован, если это не предусмотрено в его коде, в его интерфейсе, на него никак нельзя влиять, то он является договором, который никто не может оспорить. И существовал договор, который назывался DAO. Он был призван собрать множество криптовалют, чтобы потом с помощью ее финансировать разработку новых проектов в экосистеме Этериум. Но в самом контракте была допущена ошибка, которой и воспользовался некто, который, в общем-то, утверждал, что он не совершает ничего противозаконного. Вот есть контракт, он публичен, и он действовал полностью с условиями контракта. Брал оттуда деньги из-за ошибки, которая была допущена при его написании. С тех пор программисты научились на этой ошибке и больше таких не допускают. Но, возможно, допустят другие. Спасибо за лекцию. Хотелось бы узнать, способны ли такие валюты, как биткоин, приводить к инфляции? Инфляции? Потому что, насколько я понимаю, этот биткоин и эти валюты, они печатаются и не подкрепляются реальным продуктом. Ни одна валюта в нашем мире, начиная с отрыва от золотого запаса, не подкрепляется реальным продуктом. Ни доллары, ни гривны, ничто из них не подкреплено ничем, кроме стоимости этой валюты, которая возникает из-за того, что люди ее ценят. То же самое с биткоином. Ну и да, и в нем происходит и инфляция, и дефляция, которая выражается в спаде курса и происходит непрерывно. Там есть еще вопрос. Если вся сеть нодов будет принадлежать одному человеку, разве это не сведет к нулю преимущества от распределенного хранения информации? И как этому можно противодействовать? Если вся вычислительная мощность, ну на самом деле даже не вся, а 51% этой вычислительной мощности будет принадлежать какому-то человеку, то он сможет влиять на ее работу и включение транзакций. Но, как вы видели на слайде, уже в данный момент для этого необходимо просто невероятное количество электроэнергии. То есть крайне маловероятно, что кто-то сможет сосредоточить в своих руках такое количество атомных электростанций. Но это возможно, да. Скажем спасибо Олегу за прекрасную лекцию. Спасибо. 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 Продолжение следует...